Лишний вес, психологические травмы, детские конкурсы красоты и безумная мать Что я только что перечислила? Спросите вы Тема нашего сегодняшнего выпуска Отвечу вам я История королевы детских конкурсов красоты милашки Хани Бубу похожа на сказку и фильм ужасов одновременно Она была развита не по годам, очень рано прославилась и стала любимицей публики уже в 5 лет Казалось бы, мечта вот-вот должна осуществиться, но что-то пошло не так Точнее, не что-то, а кто-то Дело в том, что у девочки была мама, которая хотела превратить своего ребенка в машину по зарабатыванию денег И сделала из своей дочери Фрика, которая теперь не может нормально жить Сегодня я наглядно покажу вам методическое пособие, как не надо воспитывать своих детей История про юную королеву красоты Алану Томпсон и ее ненасытную мамочку Джун Шеннон В этом выпуске поговорим о детских конкурсах красоты Посмотрим отрывки из, наверное, самого отвратительного шоу, которое я видела в своей жизни И узнаем, каким последствиям приводят ранняя слава и взросление Всем желаю приятного дня, вечера и аппетита, если вы там чего-нибудь вкусненького жуете Ну, а мы начинаем Знаете, как сказала вкусненького, у меня прямо memory unlocked на эту учительницу английского Которая, что у нас сегодня вкусненького Дорогу педагогу Кто помнит, кто видел, пишите в комментариях, поностальгирую Дорогу педагогу Здравствуйте, что у нас сегодня вкусненького У меня сегодня такой инопланетный лук Потому что, знаете, чтобы эту тему как-то переварить Нужно было улететь на другую планету Точнее, вот не в ту сторону, а вот в эту У меня там на заднем фоне стоит чемодан Чтобы, если что, я могла покинуть эту землю в любой момент У меня опять 33 идеи на будущий ролик Но нужно тему выбрать одну Так что заглядывайте ко мне в телеграм Мы там выбираем темы для роликов И я делюсь ссылками на все свои луки И поехали! И начать я хочу с небольшой предыстории В далеком 2009 году на телеканале TLC Вышел один из самых скандальных проектов За всю историю американского телевидения Шоу Toddlers and Tiaras Или, как это звучит в российской интерпретации Коронованные детки Такое вот реалити-шоу про детские конкурсы красоты На которых, мягко говоря, происходил полнейший трэш Помните, я даже сняла для вас отдельный выпуск Посвященный этому безумию Где мы с вами наблюдали На что готовы пойти Обезумевшие мамочки ради денег и славы Детки, едва научившиеся ходить Разгуливали по сцене в образах бывалых эскортниц Готовили сомнительные творческие номера И были вынуждены терпеть болезненные И совсем не детские бьюти-процедуры В общем, пересказывать и спойлерить выпуск я не буду Просто, если вы его еще не смотрели Обязательно посмотрите Но попозже Потому что прямо сейчас начинается история про девочку Которая в каком-то роде стала лицом этих детских конкурсов красоты Алана Томпсон И начинается она как раз с телепроекта Коронованные детки Кстати, помните, у нас был ролик-разбор Дэнс Мамс А потом мы тоже делали спецвыпуск Про звездочку Дэнс Мамс Мэдди Зиглер Так что можно сделать вывод, что в каждом детском шоу Выходит один ребенок, которому досталось больше всего Как славы, денег и признания Так и менее приятных моментов Итак, пятый сезон коронованных деток Был очень запоминающимся Не только по накалу страстей Но и по колориту участниц И именно в этом сезоне появилась она Простая, яркая и очень эпатажная Алана Томпсон Получившая прозвище Милашка Бубу По одной из версий Такое ласковое прозвище Девочка получила на своем первом проекте Пытаясь произнести по-английски Слово красивой Видимо, она говорила Бутифул, а не бьютифул И так и получилось это сочетание Бубу Итак, начиная с самого начала шоу Каждый ее выход сопровождался Взрывом аплодисментов Она с удовольствием позировала перед телекамерами И от слова совсем не стеснялась Своего, как говорили зрители Не идеального тела Продюсеры этого скандального шоу Сразу пронюхали Что вот эта вот забавная малышка И станет их звездой И надо сказать Они были правы Алана быстро поняла Основные законы хайпа в шоу-бизнесе И вела себя максимально вызывающе Она с порога заявила Что победы достойна только она одна В конкурсах красоты Девочка участвует из-за денег А вид доллара Заставляет ее Визжать от радости Хотя вот какую девушку Вид доллара Не заставляет визжать от радости Я таких не знаю Если вы подписаны на меня в телеграм То знаете, что я на днях вернулся с Кореи У нас был вот такой очень необычный бадуарный отель Мы ели еду, которую я в жизни не видела И мне делал укладку Очень симпатичный одинокий кореец По последнему пункту Просьба не завидовать До платья дело не дошло Хотя, учитывая, сколько я сэкономила Могла бы Могла бы Ладно, шучу Но как бы это нереально не звучало Я действительно хорошо сэкономила на путешествии И все это благодаря карте All Airlines от Тинькофф А сейчас у них действует акция Вечное бесплатное обслуживание И вышел новый лимитированный дизайн С картой All Airlines можно копить мили За накопленные мили Я, например, купила себе пакет интернета И всегда была на связи А еще мили можно обменять на билеты От 6 тысяч рублей Одна миля равна 1 рублю А все, кто оформит кредитную карту All Airlines С 15 апреля по 1 мая Получат не только бесплатное обслуживание навсегда Но и бесплатную страховку с покрытием До 50 тысяч долларов в подарок А еще вы получите пак стикеров Которыми можно украсть чемодан За билеты и отель я получила кэшбэк До 10% За экскурсии до 5% А еще можно воспользоваться рассрочкой До 1 года За покупки в Тинькофф Город Можно получать до 15% С подпиской Тинькофф Про А за повседневные покупки До 2 Кредитный лимит на карте До 1 миллиона рублей Срок погашения До 55 дней без процентов Успейте оформить лимитированную кредитную карту All Airlines По ссылке в описании До 1 мая И получайте Вечное бесплатное обслуживание Пак крутых стикеров И страховку в подарок У девочки было все для побед Харизма, юный задор И не по годам Развитое самомнение А еще у нее была мама Знакомьтесь с Джун Шеном Которая впоследствии Стала просто звездой Американского телевидения Мать четырех детей Первый раз забеременела в 14 33 стала бабушкой И родила всех своих четверых детей От абсолютно разных мужчин Вот такое вот чудесное резюме Не больше, не меньше Еще, конечно, можно добавить Что она нигде не работала Образования у нее никакого не было И на протяжении всей жизни Она злоупотребляла вредной едой Запрещенными веществами И алкоголем В общем-то, такой идеальный Кандидат на роли гостя В каком-нибудь скандальном выпуске Мужское-женское Но жаль, что она не в России У нас бы ее быстро приструнили То есть, ваша мама употребляет? Был момент А вы? Момент есть Алана, как самый младший И объективно самый харизматичный Ребенок семьи По всей видимости Была их последней надеждой На выход из бедности С самого раннего детства Мама водила Алану По разным кастингам И модельным агентствам Вероятно, она сама Когда-то хотела заниматься Модельным бизнесом Но у нее ничего не вышло Свою молодость она отдала детям А свою фигуру Любви к лежанию на диване С газировочкой и чипсиками И когда появился этот шанс Засветиться на телевидении В рейтинговом детском шоу На кон было поставлено Ну просто все Мама и дочь буквально лезли Из кожи вон Чтобы выиграть и прославиться Платье пышнее и наряднее Макияж ярче Танцы эксцентричнее А для того, чтобы зарядить Своего ребенка Неудержимой энергией Мамочка скармливала ему Пачки конфет И заставляла пить Заряжающий коктейль Собственного рецепта Встречайте Микс энергетика Редбул И сладкой газировки Маунтин Дю Заряженную с сахаром И кофеином Малышку Бубу Было не остановить Энергия из нее Убила фонтаном Она бегала Прыгала И кривлялась Купалась В всеобщем Внимании И с гордостью Демонстрировала Залом Своим Складочки На животе Кстати Проблемы с весом У юной звездочки Были с самого детства И продолжаются До сих пор На момент съемки В коронованных детках Девочка весила 60 килограмм При росте В 137 сантиметров А цифры мамы Джун Могут многих Вообще шокировать Она весила Больше 200 килограмм Но маму Джун Эта проблема Совсем не беспокоила Она всегда говорила Себе И своим детям Что они И так красивые Поэтому не только На собственном примере Показывала Свои навыки переедания Но и прививала Эту черту Своим детям Но стоит заметить Что не лишний вес Не чересчур Вызывающее поведение На проекте Не помешали Алане Завоевать эту Заветную корону А заодно И путевку в жизнь Наполненную Всеобщим вниманием Интервью И бесконечными Предложениями О сотрудничестве Милашка Бубу Спела покорить Просто миллионы Сердет по всему миру И стала Узнаваемой личностью Поэтому шоу Просто обязана Было продолжаться Упустить Такую чудесную И неординарную Девочку И не сделать Ее звездой Телекрана Было равно Преступлению Для продюсеров За считанные дни Буквально на салфетке Они накидывают Примерный сценарий Для нового реализа Шоу С участием девочки Here comes Ханни Бубу Либо как-то звучит В нашей адаптации Милашка Бубу И уже всего Через полгода Зрители Получили возможность Следить за жизнью девочки Практически Коглосудочно По идее В этом шоу Должно было Показываться Как на самом деле Живет маленькая Королева красоты Но в итоге Все это превратилось В многосерийный Фильм ужасов Скажу вам честно Полностью Я это шоу Не смотрела И вам Этого делать Тоже не советую Ну разве что Подглядеть На еще один пример Как не надо Воспитывать своих детей Хотя вы знаете Даже посмотрев Просто на заставку Этого проекта Многие вопросы Улетучатся Сами собой Ну извините Показываю как есть А то что Это как есть Вот такое Я не виновата Сама суть проекта Заключалась в том Что зрители Должны были наблюдать За обычной Американской семьей Но авторы шоу Не только Не старались Сделать картинку Какой-то Красивой И более-менее Приличной А наоборот Гиперболизировали Все недостатки Людей С так называемого Социального дна В главных ролях Шоу Уже вам известны Милашка Бубу И ее мама Джун Которая уже Хоть и с трудом Помещалась целиком В объектив камеры Не упускала Возможность Как-то заработать На известности Своей дочке Еще был на тот момент Глава семейства Майк И три дочери Джун Лорин Джессика И Анна На протяжении Всех трех Сезонов Этот Дрим Тим Ведет себя Хуже Аборигенов Впервые Увидевших Камеры Мать девочек Показывает Ну просто Настоящий Антипример Воспитания И материнской Опеки А дети Пытаются Развеселить Публику Всеми подручными Средствами И к моему сожалению Этих средств У них было Не так много Оскорбления Ругань И отрыжки В камеру Зрители были свидетелями Семейных драм Драк И арестов Нелепых признаний И публичных провалов Уровень скандальности Проекта Ну просто Зашкаливал Не обошлось Конечно же И без дичи В прямом смысле Этого слова Однажды Мама Джун Накормила Свою семью Ужином Приготовленного Из животного Сбитого машиной На соседней Дороге Кадры Я вам эти Конечно же Показывать не буду Просто Остали вас Наедине С этим фактом Кстати Еще немного Насчет еды Вот как вы думаете Чем питалась Наша чудо-семья Ответ На самом деле Будет очень логичный Максимально вредный И дешевой пищей Поэтому вопросы О причине лишнего веса Можно считать закрытыми Ну и конечно Все это чудесное зрелище Строилось вокруг Звездочки Этого реалити-шоу Алана Томпсон Она все так же Красовалась в кадре И старалась Удерживать Аудиторию своим Эксцентричным Поведением Вот такое вот Замечательное И интересное шоу Я даже представляю Российскую интерпретацию Этого проекта Продюсеры собирают Большой бюджет И снимают проект Про какую-нибудь Необычную личность Из какого-нибудь села Ну что-то типа Иришки Чикипики Например И ее компашки Вы как? Стали бы такое смотреть? И вы наверное сейчас думаете Алин Ну что это нам за днище Сейчас показываешь? Ну что если я вам скажу Что первый же выпуск Малышки Бубу Обогнал по просмотрам Пилотную серию Про семейство Кардашьян А на улице С героями Сего шедевра Фотографировались Чуть ли не чаще Чем с самыми Именитыми Голливудскими звездами Конечно же Большинство людей Принимало эту семейку За фриков Но все же В свое время Они были Очень популярны За каждую серию Семье милашки Бубу Платили 50 тысяч долларов И их постоянно приглашали На различные интервью И телепроекты Мама Джон Прикладывала Максимум усилий Для того Чтобы всегда Оставаться на виду Ведь ничего другого Она не умеет У женщины Нет образования И дикие выходки Вроде Рыгания на публику Или показательного Перекармливания Младшей дочери Приносили ей заработок О котором она могла Только мечтать Еще один фактор Который я не могу не упомянуть Это то Почему это странное шоу Все-таки закрылось 24 октября 2014 года Телеканал ТЛС Отменил показ После четырех сезонов А произошло это Потому что Мама Джон Сошлась с бывшим мужем Который только что Отсидел взрослением малолетних Марк Энтони Македелиан Отсидел за это Десять лет в тюрьме И знаете Что во всем этом Самое жуткое Что пострадавший От насильственных действий Этого преступника Была собственная Дочь Джон Анна В своем интервью Анна рассказала Что неоднократно Подвергалась Сексуальным нападкам Со стороны маминого ухажера И она поверить не может Что после такого Ее мама Снова сошлась С этим мужчиной На самом деле Эта семейка На протяжении Всей своей карьеры Сталкивалась С неимоверным количеством Хейта Оно Собственно И понятно Почему Но чем дальше Тем больше Вот эта вот Яма со скандалами Превращалась Просто в гигантский Кратер После конфликта Связанным с ее Бывшим бойфрендом И старшей дочкой Джон не ушла В тень А наоборот С большей силой Продолжала Эксплуатировать Свою известность И своих детей А телеканал ТЛС Продолжил ей Новый проект С названием Мама Джун Путь к исправлению В этом шоу Мамочка якобы Должна была Удивить всех Своей трансформацией И показать на примере Что человек Способен меняться И надо признать Что поначалу Все шло по плану Джун похудела Она сделала операцию На резекцию желудка И сбросила Около 140 кг Начала правильно питаться И вроде бы действительно Встала на путь исправления Но как показала практика Все это было лишь Такой мимолетной Положительной вспышкой Перед позорным провалом Уже спустя короткое время Джун снова набрала вес И снова стала вести Такой вот Маргинальный образ жизни В итоге Все это привело к тому Что вместе со своим Очередным ухажером Их обвинили За хранение запрещенных Веществ И мама Джун На какое-то время Вовсе пропала С радаров СМИ Ну и ладно Бог с ней Сетой Джун Давайте лучше поговорим Как сложилась жизнь Милашки Бубу И ее сестер Я думаю Вы не будете со мной спорить Если я скажу Что Алана Томпсон Росла Прямо скажем В неприятной атмосфере Постоянное Нездоровое внимание Бесконечные Авантюры матери Меняющей мужчин И нарушающий закон В итоге Девочка с самого детства Стала героиней Бесчисленных мелов И стала Настоящим фриком И к сожалению Впоследствии Она так не смогла Избавить от этого образа А назвать ее жизнь сладкой У меня даже Язык не поворачивается Девочка росла В атмосфере Хейта и травли Все-таки поклонников У нее было куда меньше Чем тех Кто над ней Явно посмеивался Нездоровый образ жизни Изменил ее метаболизм И еще когда Алане Было 12 лет Врачи предупредили Что она В смертельной опасности Из-за множества заболеваний Сопутствующих ожирению Но к сожалению Как бы она ни старалась Эта проблема Так и осталась Неразрешенной После закрытия Коронованных деток И семейного шоу Милашка Бубу Карьера Аланы Медленно Но верно Пошла по нисходящей Да Она приняла участие Еще в нескольких Мелких проектов Но потом Все равно Ушла в тень Алана с трудом Закончила школу И лично я Долгое время О ней ничего не слышала Пока в 2021 году Не наткнулась На ее интервью Журналу Vogue Статья начинается С заголовка Ее не зовут Хани Бубу Там она рассказала Что у нее Совсем нет друзей Что она часто Сталкивается с критикой В свой адрес И на самом деле У нее были Большие планы На эту жизнь Помимо телевизионной карьеры Она мечтает Поступить в колледж Купить себе Большой дом Завести семью И стать медсестрой Затем Алана Опять пропала С радаров Но в конце 23 года В сети Всплыла печальная новость Старшая сестра Аланы Анна Та самая Которая пострадала От носительных действий Умерла от рака В возрасте 29 лет Все члены этой семьи Публиковали эту информацию В своих соцсетях И выставили эту ситуацию На всеобщее обозрение Но на этом История Аланы Томпсон Не заканчивается Прямо сейчас В сети разгораются споры Снова связанные С любимой мамочкой Джун Алана обвиняет Свою маму в том Что она оставила Ее без гроша Украв и потратив Все деньги Которые девушка Планировала потратить На свое обучение В колледже Сейчас Алане 18 лет Она все-таки поступила в колледж И даже нашла себе парня В том самом грамме У нее больше миллиона подписчиков Но, как утверждает она сама В детстве она мечтала Совсем о другом Ее до сих пор воспринимают Как комичного персонажа Называют Хани Бубу И у девочки Очень много вопросов К своей маме Чем закончится Вся эта история И сколько еще Она будет продолжаться Нам остается Только догадываться Но одно Можно сказать точно Сегодня мы посмотрели Еще один пример Того Как раннее взросление И популярность Могут испортить Жизнь ребенку Маму Джун Я, пожалуй Вообще Оставлю без комментариев Подарю эту возможность Вам Мои роднички Вот напишите Что вы думаете По поводу мамы Аланы Она подарила ей путем Влукславия Или испортила жизнь Делитесь Ну а у меня на этом все Если вы тоже в шоке От этого шоу То ставьте лайк И делитесь в комментариях Своим мнением Вам не сложно Мне приятно Каналу очень помогает С продвижением Всех целую Обнимаю И увидимся В следующем ролике